Доброе утро! Доброго, доброго! Чем вы нас сегодня потешите? Ну, знаете, никогда не говорим никогда, потому что у меня бывает тоже разная на кухне. Это кухня все-таки. Итак, сегодня я решила приготовить шпинат со сливками, и подавать мы его будем на паленте. Ну, ее можно назвать палентой, ее кто-то называет мамалы. Короче, каждый называет ее как хочет, но сегодня мы будем готовить такую классическую. Итак, давайте начнем. Начнем, наверное, давайте со шпината. Так, берем лук. Нарезаем его мелкими кубиками. Это такое быстрое-быстрое приготовление, очень калорийное, очень простая, и очень-очень вкусное, и, самое главное, очень полезное блюдо. Вот. Вообще оно, как бы, оно мне чего-то напоминает, знаете, Италию. Я вообще люблю все кухни мира готовить, поэтому каждый раз у меня какое-то вот это вот вдохновение на какую-то определенную страну у меня происходит. Вот сегодня у нас будет, наверное, такая мини-Италия. Так. Включаем плиту. Сразу на максимум берем кусочек сливочного масла. Почему я говорила, что калорийная? Потому что она все-таки достаточно калорийная. Так. Сливочное масло топится, и всегда я чуть-чуть добавляю обычного подсолнечного масла для того, чтобы все-таки на одном сливочном жарить оно будет гореть. Оно часто горит, поэтому я всегда добавляю. Так. Пока масло у нас тут топится, возьмем еще одну кастрюльку и будем параллельно варить по ленту. Это тоже такая, ну, можно сказать, очень быстрая-быстрая каша. Я сразу же наливаю теплую воду, то есть даже горячую. Но это в целях того, чтобы быстрее было, знаете. Так. Солим обязательно. Почему варю на воде? Можно ее на самом деле варить на сливках, кто-то ее варит на молоке, но так как у нас шпинат уже со сливками, то лучше я так, такой, нейтрально я выбрала все-таки варить ее на воде. Так. Пока у нас тут вода закипает. Масло топится. И сейчас сюда в сковороду у нас пойдет лук. Сейчас так будем стараться, чтобы он быстрее. Так. Лук. Ну, все. В принципе, можно отправлять наш лук. Лук нам необходимо зажарить до золотистого цвета. Сейчас оно быстренько пойдет. Так. Пока у нас лук жарится, возьмем чеснок. Чеснокодавку. Не надо много. Так. Я подготовила его пока что. Так. Что у нас с водой? Вода у нас почти закипела. У нас все почти готово. Ну, еще нет, конечно. Это я так шучу. Да я тоже так себя веселю на карантине с утра. Нет. Повернись. 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 Боже, в нас... Ну, як це таке може бути? Ну, это... Да. Водичка закипает. Я просто знала цей запах підсмаженого вершкового масла. Я просто знаю, що ми не будем сьогодні на обід. Слухай. Масло, олія, це просто калорийна якась бомба. Це удар по талії. Але ж який смачний. А він може підкачати, поки його витримати, правильно? Я сподіваюся, ми додивимося зараз. Там якраз цибулька вже досмажується, поки ми... О! Я ж скажу. Продовжуємо, продовжуємо. Да, ми продовжуємо. Ми зажаримо лук. Як я вже говорила, на сливочном масле. Да, це по калоріям. Я не можу сказати, що тут минимум калорий. Но, тим не мене, це вкусно. І так як у нас все-таки шпинат, і наша палента буде на воді, я думаю, що так в місці сочетанням буде все нормально. Так, вода у нас вже почти закипела. . Але все-таки треба її, щоб вона чуть більше. Щас. Щас. Щас ще рано. Ну що, лук у нас... Почти золотой. Почти так. Можем добавити чеснок. Сюда же выдавливаю. И отправляю вот так вот чесночок. Опять же перемешиваю. И надо лук зажаривать так до коричневого. Вот буквально вот начал золотиться. В принципе, ему достаточно. Теперь возьмем шпинат. Можно его порезать. Можно сразу вот так вот, даже такими большими листочками. Как кому нравится. В принципе, можно брать свежий шпинат, можно брать замороженный шпинат. И тот и тот подходит для этого блюда. Идеально. Шпинат отправляем на сковороду. Огонь чуть-чуть. На самом деле, шпинат, он обладает очень такой... Он полезный. Он обладает очень многими микроэлементами, витаминами. То есть, его очень полезно употреблять в пищу. И с утра вообще особенно, мне кажется. И так, перемешиваем. Даем ему буквально вот так чуть-чуть прихватиться. Он очень быстро готовится. Вот как раз у нас тут уже водичка закипела вовремя. Не хотела она вначале. Так. Конечно же, посолим. Черный перец чуть-чуть добавлю. Я очень люблю вот эту вот сухую такую приправу. буквально чуть-чуть. И, конечно же, сливки. Жалко, что вы не чувствуете, какие ароматы у меня на кухне. Вот так. Сливки можно брать не сильно жирные, так как, ну, все-таки бережем фигуру. Стараемся, по крайней мере, по максимуму ее беречь. После карантина всем придется, наверное, не знаю, заниматься спортом усиленно максимально. Потому что все-таки карантин и кухня – это все два друга. Так, вода у нас закипела и можем уже готовить нашу поленту. Всыпаем тоненькой струйкой кукурузную муку в кипящую воду. Все очень-очень просто. И, конечно же, мешаем. Это чтобы не было комочков. Установись. Так. Все. Можно сразу же снизить огонь. Даже не то, что можно, а нужно. Вот так. На небольшом огне, постоянно помешивая, варим нашу поленту. Очень вкусно вот так вот вместе шпинат со сливками полента. Опять же, вкусно, полезно и очень-очень быстро готовится. Так. Так. Сделаем меньше. Еще меньше газ. Пускай так. На маленьком-маленьком. Так. И у нас уже тут, как мы видим, шпинат со сливками, можно сказать, готов. Его не нужно вываривать долго там или уваривать. То есть, шпинат можно кушать даже сырым. Поэтому, вот так, чтобы он... А, еще и цвет, конечно же. Цвет шпината – это, ну, это лучшее, что может быть. Такой зеленый, яркий, с желтой полентой. Поленту, на самом деле, можно после. Есть такие, что ее запекают, зажаривают. Но я так вот подаю, ну, как она есть. Все, в принципе, можно сказать, что полента тоже готова. Выключаем. Вот, пускай еще так попыхтит на маленьком газу. Ну, и все, в принципе. Вот у нас такой полезный, быстрый завтрак готов. Ой! Неугомонная моя полента. Я не знаю, я не знаю, я не знаю.